Первыми грибами пермики начали хвастаться еще в середине июня. На полянах тогда выскочили маслята. Сейчас кое-где промелькнули лисички. Но все это штучно. Грибного сезона в крае еще не было, говорят микологи. Даже так называемого первого слоя. Нынче у нас необычная холодная весна и начало лета. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что и грибы чувствовали себя хорошо, и вот пошел первый слой. Этого не было. Появлялись отдельные экземпляры в более или менее благоприятных местах, где было повлажнее или, наоборот, где почва прогревалась в зависимости от погоды. Сначала холод не давал грибам развиваться, потом жара не пускала их наружу. Зато высокие температуры достаточно прогрели землю. И если сейчас пройдут обильные осадки, особенно в виде затяжного моросящего дождя, грибы не заставят себя ждать. А для грибов это очень важно, чтобы была не только влажность почвы, но и влажность воздуха, и плодовые тела грибов развиваются довольно быстро. То есть вот после засухи следует ждать слоя грибов. Но ранние грибы прошли, но они не все же появились на поверхности почвы. Они затаились. Они ждут своего часа. На этой неделе синоптики как раз обещают дождливую погоду вплоть до выходных. А это означает, что в ближайшие субботы-воскресенья можно отправляться в лес на разведку. Если не будет похолодания, грибы пойдут массово, слоями и вперемешку, говорят ученые. От ранних весенних до летних и даже осенних. Готовьте корзины. Спасибо.